всем здравствуйте всех с праздником средь тенье господним 15 февраля сегодня как хорошо что я вчера убралась дома а мне так не хотелось думаю может быть завтра вот сегодня какой праздник божественный так надо посмотреть приметы у нас такой мороз отменили в школе занятия сюда же он вижу ветерочек солнце мороз и ветер 32 было утром так я значит что поставила ребрышки с трава варить и знаете что хочу какой суп бешбармак не подумайте это не то казахское блюдо национальное это просто будет суп сделаю сейчас тесто с такими квадратиками бешбармак мы так называем суп бешбармак это как бы лапша но форма будет у лапши квадратики очень люблю вообще этот супчик хотела достать свой тестомес замесить но до того лениво потом мыть вон он у меня внизу видите под всеми коробками да кому не хочется так девчонки завтра планирую дай бог будем печь торт печь и молоко покажу вам все сейчас тесто замешу и достала мясо хочу накрутить мясо говядинка у меня свинина и сало сделаю хинкали пельмени уже всем надоели сделаю хинкали хинкали тоже будут просто треугольной формы они не будут такими там что много лука много приправ немножко приправ и немножко лука обычный фарш просто форма треугольников и вы знаете варите их они вот вообще другой вкус не как у пельмени и они намного сочнее не знаю потому что там больше что ли объем сейчас секундочку разобью яйцо одно суда три стакана как вы знаете напоминаю для новеньких шикарное тесто шикарное тесто пельменное яйцо суда разбила в этот масло маслечко соли чайную ложку господина за солью сходить в гараж все кончилось все кончилось чайную ложку с горкой даже еще немножко половинку пусть будет повкуснее все размешиваем теплой водички сюда сюда добавим масло вот что сегодня планирую приготовить пока мороз говорю надо наделать хинкальки перемешки еще есть пакетик свинина последняя у меня надо подкупать уже все сейчас доделаю вот такой стаканчик как сок апельсиновый выливаю и замешиваем тесто шикардосно рука грязная что-то я забыла я добавляла масло в стакан или нет девчонки не показала вам потом в тесто немножко добавила по моему забыла ложки 2 столовых нужно было добавить тесто конечно туговатенько это хорошо ничего страшного отлежится и сейчас вообще стало тугое тесто делать злая на какая-то стала раньше всегда у меня раскисня были квашни всегда пельменное тесто было квашня сама была квашня на это все вот так вот уберу мешочек пусть полежит 15 минут потом еще подмешаю еще парижа так раза два не страну фарш пока не готов так сделаем и нормально можно даже так на солнышко чтобы ему тепло стало будет хорошо вот 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 все сейчас девчонки накручу фарш пока мясо не совсем расквасилась полтора килограмма получилось фаршика сегодня наверное котлетки сделаю или завтра маленькой чесночной соли уже ничего не остается так что делать то я же хочу хинкали на хинкали сейчас наверно отделю фарш и добавлю туда мели сумели ну так по вкусу немножко немножечко да здесь не буду где-то третью часть на хинкали пущу так тесто уже мягенькое стало сейчас пора крутить лепешку катать то есть вот когда приоткроешь кастрюльку она еле кипит бульон такой светлый вроде хорошенький жирненький получился фаршик холодный пусть согреется ужас мне на обзор фирма оберхов прислала соковыжималку для цитрусовых вот пожалуйста вот такую мощность у нее 1000 ватт ватт или вольт ватт 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 объем значит чашки объем контейнера для сока 400 миллилитров сейчас мы с машей попробуем нам не терпится мы очень любим такой сок фильтр состоит из нержавеющей стали быстрый легкий отжим сейчас попробуем защита от капель ничего не брызгать а где контейнер или чё тут что-то поставь стакан иди принеси стакан нет там инструкция да свой стаканчик пока такой ладно некрасивый хотели лед сделать просто да ой ой не нажимай так круто что боком ты его ну нормально да немножко поближе перевернули съемная двойная насадка тут даже чтобы лучше она процеживалась процеживался сок лимончик не хочешь добавить да хватит что-то еще вот смотрите с апельсина полстакана почти с одного они конечно такие сочные мы очень любим свежевыжатый сок и и и и и и и и и носик вот этот подымается вверх чтобы сразу сок не тек вот так раз мы закрыли сейчас маша будет выжимать сок весь останется пока там девочки впереди праздники 8 марта можно подарить апельсиновый сок можно мандариновый грейпфрутовый лимонный лаймовый что хотите вкусный сок с двух апельсинчиков это уже от хлебного полезный вот легко разбирается об две насадки здесь вот они две насадочки для мандаринов для апельсинов так дальше вот эту вот так вот чашечку эту убираем тихо 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 тут еще сок маш остался иди сюда все смотри мякоть это мало вообще жмыха так мы мечтали у меня друзья была такая просто стаканчик туда вот такая штука руками просто крутишь потом стаканчик этот сломался и у меня вот только эта штучка осталась ну вот она типа такой крутишь 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 вертишь а это мы вообще мечтали конечно давно я все хочу купить и все не могу вот контейнер так что предлагаю вам зайти на сайт посмотреть там есть и другая немножко попроще соковыжималка вот это g35 а то по моему g25 вот зайдите поглядите может кому-то это очень нужно красивой мы вообще рады обалдеть теперь у нас всегда будут дома цитрусовые перерывчик небольшой апельсиновый сок ой ледяное апельсины в гараже лежали супер хочу соковыжималку вот такую электрическую для цитрусовых подарить снахи у семена жены 28 февраля день рождения думаю я знаю что я подарю один минус апельсина не успеваем покупать вкуснятина отделила от теста ну вот такой вот где-то шарик и раскатала тоненькую лепешечку вот какая тоненькая вообще почти прозрачная все пусть немножко подсохнет буду переворачивать прям немножко сильно не даем ну минут вот так вот 10 буду крутить вертеть чтобы потом нарезать на маленькие квадратики кипит уже посильнее чуть прикроешь как раз еще полчасика ребрышки сварятся буду делать без зажарки просто лук покрошу туда репчатый и все не морковки ничего не буду делать я люблю вот такую лапшу одну карташинку добавлю конечно так вот фаршик на хинкадо и фаршик остался на котлетки там не знаю посмотрим что сделать можно вы же знаете в моем стиле все менять на ходу что-нибудь стрельнет в голову боюсь пересушить не даю много сохнуть так это пока убираем половиночку чтобы нам не мешалось пополам видите немножко кривенько ладно тогда это отдельно сначала на такие полосочки порежем запустила уже картошку тоже кубиками порезала лук кубиками супчик лаврушечку все это все пока кипит x и теперь какие хотите квадратики но не забываем что они у нас увеличатся когда сварятся вот квадратики где-то наверное ну сколько полтора на полтора сантиметра думаю так супчик будет супер супер вкусно растребушили вот они у нас не слиплись без муки работаю тесто потому что плотненькая вот поехали со следующей также работаем одно ребрышко достану чтобы она не мешалась потом опущу назад оба достану оба все отправляем наш бешбармак супчик зараза выкипел и укропчик еще что-то чуть-чуть люблю погуще супец жидкий не люблю все друзья сейчас покипит минутки две супчик готов готов вкуснячий наконец-то мы обедать вот осталось немножко можно молочную лапшичку сварить что мы и потом и сделаем мы с машей поехали опять в центр маша за рулем у нас сегодня 15 число скидка в магнит косметик надо хоть что взять маш прямо у меня в магазине папа торгует сейчас завезем ему яйца яйца купила по 14 рублей отборные тут у нас главное отборные сергей привез с оптовки сучилов по 14 50 даже вот не дешево сейчас отдам потом 5 килограмм лука им купила репчатого 5 килограмм 150 рублей вот этот по 30 до лук начал дорожать нашу опять вот тренирую папа у нас ночи спать лег так вот такую тушь взяла кабаре антиперспирант колготки хотела теплые ничего нету я открываю открываю еще он отсюда не ловит толку вот начала у нас 25 ощущается как 32 я все-таки хочу сейчас прогуляться немножко и потом хинкале будем лепить вайфай ловит у меня часы заработали уйди буран у сутри чё делать ой 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 зарядочку конечно мы заглохли ты же на второй поэтому видит что не папа можно повыкобеливаться так тихонечко видите у нас тут оврал стоп ой молодец чуть-чуть может еще вперед а чё ты мне говоришь стоп потому что так на скорости летишь приехали ах ты обогнал меня сегодня со мной прицепился погулять мой пёс в гору сейчас подымалась отстал от меня еле еле ноги тащит где вот он а вот он сзади прям уткнулся вы знаете это что-то на улице это что-то ветер мороз правильно мне Сергей говорит да ты чё там холод ты куда пошла я даму нет правда костюм мой насквозь пробирает я поэтому увеличиваю шаг быстрее домой прибежать сегодня на ночь опять 30 будет вроде завтра опять не учатся дети так свело лицо аж улыбнуться не могу где он вон он никогда не ходила это что-то пошел ноги поджимает холодно но идет вот так мы завернем и в обратку пошли хоть немножко ветер сейчас будет в спину где он идет мой пёс сегодня бабушек не было похоже такой холод так ну все встретимся на кухне я уже тут наяриваю хинкали слушайте в этот фарш можно добавить еще сушеный базилий сушеную петрушку сушеный укроп немножко я вот своих вообще не приучила так сказать с молодости с детства к приправам они у меня поэтому чуть что-то такое морщится вот немножко хмелю сунеля и достаточно хотя бы к этому приучила вот попробуйте сделайте совсем по-новому заиграет блюдо из фарша и теста на 23 февраля мужикам вот так треугольничком слепляю я не умею там такие настоящие хинкали делать вот так вот слепляем хинкалик намного сочнее пельменей так тесто у меня отлежалось где-то часа даже три какое хорошенькое стало мягенькое работаю без муки короче в магазине посмотрела перец болгарский боже мой 300 рублей килограмм так потрогала один перец наверное ну грамм 300 я говорю это что я килограмме наверное штуки три перчика возьму и что это мне 300 рублей отдам не подождем когда подешевеет я его разрезаю пополам ну это тоже праздничное блюдо пополам разрезала нафаршировала фаршем сверху сыр присыпала обалденное и в духовочку так поставила можно там соусом каким-нибудь смазать фарш и нормальненько будет вот уже разносик у меня почти полный большой вынесу на мороз ой пока пришла с улицы все себе отморозила все мягкие места так замерзла о мое дела накатала и мешочек положила все склеилось чтобы думаю не обветривалась вот так сейчас мы разделим вот остался еще кусочек теста смотрю тоже фильм потихонечку стряпаю сразу хочется на ужин сварить свеженькие хинкалики уже ничего не охота не суп ничего хотя суп очень вкусный получился Сергей прям причмокивал все хинкали идут на заморозку я с вами буду на сегодня прощаться всем до свидания всем пока пока